Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем сейчас разобраться с кем, что у вас происходит. Скажу сразу, что я прочитал не только ваш вопрос, но и ответы своих коллег, комментарии своих коллег, которых на момент записи этого ответа было два. И надо сказать, что отчасти я придерживаюсь их мнения, то есть разделяю их точку зрения, но хотел бы, естественно, дополнить что-то и от себя. Итак, во-первых, вы пишите, что вы хотите своего преподавателя. Ну, надо сказать, что подобное вполне нормально, закономерно и плохого в этом нет ничего. Так, по крайней мере, это видится мне. То есть вот, ну, хотите вы своего преподавателя. Желание, оно в данном-то случае вполне естественное, на мой взгляд. Желание, оно вполне нормальное. И надо сказать, что это даже здорово, это обычная нормальная реакция, нормальная реакция здорового организма на естественные потребности. И у вас есть естественная потребность в сексе, судя по всему, которую вы, ну, по какой-то причине, должным, правильным образом не удовлетворяете. И здесь, собственно, первый и важный момент. А если вы испытываете потребность в сексе, если вы чувствуете, что хотите своего преподавателя, почему вы не снимете сексуальное напряжение? Почему вы не снимете сексуальное напряжение элементарным способом? Хотя бы, хотя бы, просто, опять же, элементарно, элементарно, занявшись сексом, например, ну, с кем-то другим, другим, допустим. Вот что вам мешает сделать это? Это первый момент. Второй момент. Вы говорите, что интеллижка с преподавателем решила бы проблему, он мог, и так далее. Но это неуместно, пишите вы. Неуместно, почему? Что, преподаватель не человек, что ли? Или вы не человек? А если он вам нравится, кто мешает с ним пообщаться просто? Все мы люди, и ничего человеческого нас не чудит. Но вот что меня, как психологов, привозило, это то, что вы, как бы, сознательно ставите себя в рамки. Вы загоняете себя в рамки, которые для вас, очевидно, ну, скажем так, слишком тесны. Как это видится в рамки. Есть уж совсем, на мой взгляд, навороченная идея, которая заключается в том, что, может быть, может быть, вы в действительности видите, чувствуете, что, например, экзамены или лекции, которые вы слушаете, они для вас слишком важны. Вы боитесь, что ничего не получится, и так у вас подсознательно действует страх. Страх именно перед тем, что вы можете лекцию, например, ну, или обучение свое, например, там, скажем, завалить. Ну, допустим, допустим, ну, такое вот, в принципе, тоже может быть вполне. Тогда нужно подумать, каково значение для вас лекций, каково значение для вас обучения, чем оно так важно для вас, и что будет, если вы, например, не сможете учиться, что будет, если вы завалите обучение или завалите экзамен, вот, то есть, что будет тогда, вот. Складывается ощущение, что у вас есть некое, так вот, знаете, завышенное, может быть, значение того, что вы делаете, завышенное значение именно обучения своего. Вот такое вот впечатление есть. Если это так, то значение этого обучения нужно снижаться, потому что, ну, честнелезмерное значение любого действия, любой деятельности ведет к тому, что вы совершаете нехарактерные, нетипичные поступки, которые приводят к совершенно другому результату. То есть, иными словами, если бы вы, например, не боялись завалить экзамен, не боялись упустить обучение, то, может быть, вы и учились бы более раскованно и свободно. А так, видите, получается, что вы боитесь, а фраг заставляет вас инстинктивно искать развеки или того, чтобы защититься. А защититься вы можете только через, например, интрижку. Ну, вот такая получается цепочка. И это важный момент, который действительно может иметь место быть у вас. Далее, вы пишите, мне очень нравится, как он говорит, что именно вам нравится в том, как он говорит. Вы говорите, мне нравятся, какие идеи он транслирует. Но разве идеи – это не то, что составляет суть ваших лекций? Разве идеи – это не то, что является материалом обучения вашего? Вы говорите, мне нравятся, какие он транслирует идеи. Но простите, это прекрасно. Это прекрасно, то, что вам нравится, какие идеи он транслирует. Это значит, что вы можете понять то, что он говорит. Это значит, что основную мысль, суть того, что он говорит, вы знаете. И это самое главное. И здесь мне, опять же, не совсем, как бы, понятна причина, по которой вы, например, например, причина, по которой вы, скажем, ну, допустим, переживаете. Почему вы переживаете, если основные идеи, вы его чувствуете? Или вам важна лекция его запоминать наизусть? Так это невозможно. Даже если вы не отвлекаетесь. Значит, чем внимательнее я его слушаю, тем сильнее моя мысль отдаляется от обучения. Ну, я полагаю, что это вот именно про страх. Это вот не про ваше влечение к нему. А я полагаю, что это про страх. То есть вы боитесь того, что не сможете понять, что, собственно говоря, вам нужно, что, собственно говоря, вам интересно, что, собственно говоря, вам необходимо для того, чтобы обучение закончить или пройти успешно, вы боитесь, что вот это у вас не получится и отдаляйтесь от этого. Это естественная инстинктивная реакция на угрожающие обстоятельства в жизни человека. Реакция вполне нормальная. Далее, значит, какой-то порочный круг. Игра на грани слова. Потому что если я плохо запомню лекции, он сам же меня завалит на экране. Кто мешает вам поставить, опять же, диктофон и записывать его лекции, например, на диктофон, а при этом самостоятельно там наслаждаться его голосом или там фантазировать, если уж на то пошло. То есть на самом деле, на самом деле, очень многие люди не могут запомнить лекции преподавателей. И дело здесь совсем не в том вообще, что они как-то вот отвлекаются, да, или что-то еще. А дело здесь в том, что просто люди по-разному вот принимают информацию и далеко не всегда они могут вот принимать, например, того или иного человека. И вполне может быть, что никакого влечения у вас к нему нет, а просто вас именно возбуждает, например, тембр его голоса. И это, опять же, нормально. С физиологической точки зрения это нормально. Если так получилось, что вы не можете его воспринимать, кто мечтает вам использовать для этого технические средства. Не очень понятно, если честно. Ну, в любом случае, такой вариант тоже постарайтесь рассмотреть. Значит, инфидичка бы решила проблему, но он молод, но это неуместно. Почему неуместно, вы не поясняете. Собственно, про это я вам тоже сказал. Надеюсь, вы обратите на это внимание и подумайте в этом направлении. То есть, так лень, это неуместно, как вам скажется. А на этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!